Свой у вас, свой ответ я бы хотел начать с того, чтобы вы немножечко уточнили запрос, чтобы вы спрашиваете вот, что делать, и я, соответственно, задаю вам вопрос, что делать кому, что делать вам, или что делать с этой ситуацией, или что. Знаете, ответ на вопрос, на ваш вопрос, что делать, знаете, как я бы сказал, ответ на этот вопрос прямо вытекает из того, что вы, чаны, для себя считаете возможным, и приемлемым делать в данном случае, в данной ситуации. Понимаете, по-хорошему, вот прямо, вот если так вот нужно делать, да, по-хорошему, вам требуется разобрать, значит, то, почему с вами, вот, произошла такая ситуация. По-хорошему вам нужно бы понять причины, по которым вы со своей женой начали как-то вот ссориться, почему вы поругались, почему вы поругались именно на, допустим, ну, на Новый Год, да, почему вы именно на Новый Год поругались, почему вы не поругались, скажем, в какое-то, ну, в какое-то другое время и так далее. Понимаете, то есть это очень важный момент, на мой взгляд. И вам этот важный момент, его нужно обязательно разобрать, потому что в противном случае действительно ссоры будут повторяться, как бы, снова и снова, и снова, и снова, и снова, и снова. Если вы не хотите, чтобы, ну, чтобы у вас они происходили, я имею в виду ссоры, то в каком случае нужно разбираться их причинами, да, это все-таки работа. И далеко не всегда эта работа приятна, далеко не всегда эта работа такая, я имею в виду, ну, такая работа, которая, знаете, приносит удовольствие, к сожалению. Вот, значит, это то, что я хотел вам сказать по поводу ссоры. То есть нужно разбираться, почему вообще это с вами произошло. И что стоит за этими ссорами. Какие проблемы, неудовлетворенности, может быть, что-то еще и так далее. То есть все вот это вот нужно с вами, с вами разбирать. Далее. Далее. Вы говорите о том, что вы не можете без нее. Вы говорите о том, что вы не можете без своей жены, если я правильно вас понял. Но при этом вы, если с ней как-то поссорились, при этом вы, если с ней все-таки вступили в конфликт, а это говорит о том, что есть вот какое-то все-таки противоречие между тем, что вы без нее не можете и тем, что выступаете с ней в конфликт. И отсюда я, соответственно, хотел бы вам задать вопрос. Почему вы пишете о том, что не можете без своей жены? Вот именно прямо не можете. Вы пишете, что я не могу без нее. Я так понимаю, что вы говорите, что без нее вы не можете, что она вам прямо нужна очень сильно. Поймите правильно, я вас, в принципе, понимаю. Я понимаю вас, я понимаю, что вы хотели бы, но то, что вы без нее не можете, это не есть хорошо. И я поясню, опять же, почему. Ага, значит, дело в том, дело в том, что если вы не можете без нее, значит, у вас есть зависимость от человека. А если у вас есть зависимость от человека, то вы не можете быть свободным с ней. А если вы не можете быть свободным с ней, то вы и отношения свои строите тоже на основе несвободных установок. А это не может вам не вредить. Поэтому, если мы говорим о том, что вам делать, то обязательным пунктом здесь выступает то, чтобы вы для себя постарались понять, а вот почему же вы не можете без своей жены, почему же вы от нее так сильно, например, зависите, почему вы прямо не можете без нее, да? И эта зависимость, она вам, как это не парадоксально, она вам все же именно мешает. И если вы хотите, чтобы вам было легче, если вы хотите, чтобы вам, ну, чтобы таких вот ситуаций не было, то я рекомендовал бы вам все-таки поработать над своей зависимостью, над тем, чтобы в меньшей степени нуждаться вот в своей жене. Потому что, ну, нельзя устраивать отношения равноправные, когда, значит, ну, когда вы зависимы от человека. Это не является правильным. Значит, 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 далее, значит, исходя из этого, что вам нужно делать? Исходя из этого, вам нужно делать следующее. Вам необходимо для начала работать над собой. То есть работать над собой. Личностный рост, может быть, проработка собственных страхов, проработка собственных желаний, потребностей, возможно, и так далее. Вот. А потом, после этого, вам нужно подумать над тем, чего хочет ваша жена, и постараться это ей дать, то, чего она хочет. Это также очень важно для вас, чтобы вам восстановить отношения с ней. Ну, и, наконец, последнее, последнее, это в обязательном, конечно, порядке, проработать причины, по которым вы вообще боссорили. При этом, обязательно, обязательно старайтесь помнить, что, значит, ну, что все-таки, 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 значит, ссора с вашей женой, да, ссора с вашей женой, не является чем-то самостоятельным. За ссорой, тем более на Новый год, кроются всегда довольно серьезные причины. Если вы не увидите, значит, ну, если вы не увидите этих причин, реально, если вы, значит, не сможете для себя определить, что это за причины, которые толчали вашу супругу на то, чтобы вот так себя вести, вы не сможете, к сожалению, свою ситуацию как-то разрешить, и не сможете, соответственно, сделать, ну, то, что вам нужно. То есть я имею в виду как-то быть вновь со своей женщиной. Это, значит, то, что я вам хотел сказать по вашей проблеме. Значит, я желаю вам, чтобы вы выбрали себе правильного эксперта, я желаю вам, чтобы вы, ну, решили свою проблему, чтобы вы как-то все-таки смогли найти в нее выход, чтобы вы увидели, что вам нужно, увидели, что нужно своей, вашей жене, и смогли ей это дать. Это, во-первых, вот, значит, ну, а во-вторых, во-вторых, я желаю, чтобы вы думали больше о себе, чтобы вы не позволяли, значит, себе вредить никому, чтобы вы защищали себя, чтобы вы знали свои интересы, чтобы вы отдавали себе отсчет в них, в своих интересах, и тем самым, чтобы вы выстраивали отношения так, как вам того хочется, чтобы вы выстраивали свои взаимоотношения с, ну, женщиной со своей женой, может быть, с другими женщинами, это уже не столь важно в данном случае, так, как вам этого хочется, так, чтобы вы сами получали от этого удовольствие, от того, что вы находитесь в отношениях. На этом, пожалуйста, пожалуй, все. Надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Если у вас остались какие-то вопросы, буду рад помочь. Пишите в личку, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok